Вы смотрите программу «Город С» в студии Инна Румянцева. Здравствуйте! С 6 октября по 8 декабря в Самарской области реализуется образовательный проект «Мотор поколения». Предположительно, в нем примут участие около 2,5 тысяч жителей региона. Ключевой частью проекта станут онлайн-сессии и 4 выездных образовательных семинара. С каким успехом прошли три из них? Какова цель амбициозного проекта? Чему научатся его участники? И какие эксперты делятся своими знаниями с активной молодежью? Об этом пойдет речь в нашем выпуске. И мои гости сегодня – руководитель образовательной программы Самарской области «Мотор поколения» Екатерина Асташина. Добрый день! Екатерина Евгеньевна, здравствуйте! И координатор этой образовательной программы Екатерина Белова. Здравствуйте, Екатерина! Здравствуйте! Полным ходом уже идет эта программа «Мотор поколения». Расскажите, пожалуйста, Екатерина Евгеньевна подробнее об этой образовательной программе. Каковы его цели, задачи, миссии, так сказать? Да, программа очень, на наш взгляд, имеет большое значение для развития молодежной политики Самарской области, потому что она ориентирована на активизацию ребят от 14 до 35 лет, и их наставников, педагогов, кураторов. Активизируем мы их в направлении формирования каких-то событий, мероприятий для самих же себя. То есть всегда наиболее интересное и наиболее востребованное сегодня у молодежного поколения то, что делают они сами, то, что хотят они сами сделать. Ну вот, собственно, наша программа на это и направлена. То есть мы смотрим на желания, на потребности, на интересы молодежи, и даем им в руки непосредственно инструменты, чтобы все эти желания и потребности были реализованы в жизни. Это как-то очень заманчиво звучит, и многообещающе, я бы так сказала. Весьма амбициозное название «Мотор поколения». Почему такое? Про что это? Да, вы знаете, все выезды даже строились как раз на обыгрывании этого мотора. То есть мотор, эмблема, она взлетает в космос, у нас мотор взлетает. Или мотор активно как-то катится и активизируется вокруг себя. То есть именно мотор, потому что ребята своими руками активно включаются в конструирование мира вокруг себя. То есть, естественно, каждый из них – это мотор. Наставники, кураторы – это тоже такой определенный импульс, который придает процессу ускорения. Ну, собственно, вот поэтому у нас и мотор. Мотор современного молодого поколения. Ну да, мотор – это источник энергии, а энергию, конечно, главное запустить в нужное русло. Конечно, но еще поддержать определенным топливом. Вот, собственно, вот этим вы и занимаетесь. Совершенно верно. Вот 2,5 тысячи участников со всего региона, да, 4 выездных сессии, онлайн-семинары, 4 обучающих программы очень обширных. Благодаря чему столь масштабный проект вообще возможен? Кто поддерживает его? Ну да, безусловно, мы работаем в определенной системе. Это национальный проект образования, да, то есть ключевые тренды, ключевые акценты мы, безусловно, взяли из данного проекта, и они отыгрываются четко в содержании нашей образовательной программы. Ну и без поддержки, да, Федерального агентства по делам молодежи, без поддержки правительства Самарской области, конечно, данный проект был бы невозможен. Поэтому здесь в партнерстве со старшими коллегами реализуем. Это вот хорошо, когда есть кому поддержать. Екатерина, вам доверили стать координатором всего проекта. Это очень ответственно, как мне кажется. Вообще, каково это быть координатором такого масштабного проекта, и что для вас лично это значит? Вы правы, это очень ответственно, это очень трепетно. Это не первый проект, который я координирую. Поэтому, наверное, когда отбирали кандидатуры, конечно же, опыт был на первом месте. Мне интересно делать такие проекты, потому что каждый раз что-то новое в себе открываешь, в людях, в команде, с которой работаешь. Смотришь на привычные достаточно процессы по-новому. Поэтому всегда с радостью берусь за такие амбициозные, как вы сказали, проекты и идеи. Ну и, конечно, здесь спасибо за доверие, хочется сказать. И рада всегда в такое включаться. Ну да. Доверие это дорогого стоит, я бы сказала так. Екатерина Евгеньевна, уже завершились три смены. Есть о чем говорить, да? Есть о чем рассказать, наверное. На каких площадках вообще все происходило? И с каким успехом все прошло? Да, площадки у нас было три. Одна наша базовая площадка – это молодежный центр «Лесная сказка» в Кеневском районе. Там прошел у нас вот буквально недавно завершившийся совсем выезд. И две площадки. Одна была и в Тольятти, это пансионат «Радуга». И вторая тоже, мы все смеемся, что у нас «Радуга» – это какой-то акцент определенный. То есть, знаете, это если в физику немножко углубляться, ведь человек как капелька воды. То есть, когда солнечный луч через абсолютно прозрачную каплю проходит, то она начинает играть разными красками. И, ну вот, в общем-то, по большому счету, наш проект, он ровно такой же. То есть, мы заставляем нашу молодежь, ставим какие-то особенности, организуем возможности для них, чтобы они действительно заиграли разными красками, чтобы они были максимально творческие, яркие, интересные, ну и максимально брали на себя активность. Так вот и вторая тоже площадка, которая была под Тольятти, поселок Прибрежный, это тоже база отдыха «Радуга». То есть, вот таким образом мы и отработали. Все совпало, и все не случайно, даже в названиях. Кто участие принял, если говорить о целевой аудитории? Вот первый выезд проходил с 6 по 9 октября. Про что он и кто там был? Да, с 6 по 9 октября мы работали с воспитанниками, педагогами и наставниками движения первых. То есть, это 200 человек, из них 60 были наши коллеги. В основном это учителя, ну, руководители воспитательных процессов в образовательных организациях, наставники, координаторы движения первых. И, соответственно, 140 ребят самых ярких, самых активных, то есть 14 плюс, то есть ребятки, которые в системе движения первых как раз вот все берут в свои руки и... Горят. Да, горят и проводят что-то такое для себя интересное. С 20 по 23 октября это второй заезд проходил? Да, совершенно верно. Второй заезд, он был как раз у нас в Тольятти, и он к себе вобрал, в себя вобрал представителей общественных, молодежных движений, организаций, клубов, представителей, собственно, и дополнительного образования, и, ну, особенно много было специалистов государственной молодежной политики. То есть, соответственно, это представители домов молодежных организаций, отделов по делам молодежи нашего региона. Ну, и немного добавили, скажем так, я не знаю, не разбавили, а добавили, наверное, яркости тоже какой-то в этой аудитории представители вузов в Самарской области, то есть, которые... Я уж думаю, что это яркая добавка была. Которые в лесную сказку немного у нас, да, не зашли, потому что, если говорить про третий выезд, он был посвящен именно представителям высших учебных заведений и средних профессиональных образовательных организаций. С 21 по 24 год буквально закончился. Да, да, да. Два заезда параллельно, то есть, вот он был как раз направлен на работу с преподавателями, тоже с сотрудниками воспитательной системы вузов и СУЗов, ну, и, соответственно, с активными студентами. А как их отбирали, кстати, участников? Там в драку места были? Вы знаете... Желающих было больше, чем... Да, да, да. У нас Катерина как раз сегодня сводит все заявки, которые были поданы, да, и, ну, соответственно, соотносим с тем, с кого мы смогли взять. К сожалению, на очные вот эти три выезда у нас выехало всего 630 человек. Ну, это согласно плану, так оно и было, да. А заявок, Катюш, сколько у нас? Ну, прям порядком больше. Более 250 командных заявок. Команда – это, как вы говорили, педагоги – один-два человека. И то, что касается детей, там, от двух тоже до шести человек. Это вот в рамках последнего выезда, вот самая актуальная информация, которая у меня есть в голове. Ну, то есть желающих очень много. Ну, то есть это уже, если 200 и по 6 человек, это уже получается 1200. Ну, да, да. То есть более тысячи заявок точно? То есть в два раза больше заявок, как минимум. Ну, чуть-чуть, да. Ну, да, где-то так вот. Обидно. Ну, знаете, с другой стороны, у ребят есть теперь понимание, что, ну, такая возможность есть. Раз. Во-вторых, у нас тоже есть понимание, что такие коллеги есть, и желание такое есть. И программа не последняя, поэтому мы уверены, что будет возможность еще. Еще? Да, 100%. Просто и потенциальным участникам надо тоже иметь в виду, что когда возникает такая возможность, надо вовремя проявить инициативу. Конечно. И подать вовремя заявку. Еще не болеть при этом, несмотря на осень. Верно, верно. Вот особенность-то какая, если говорить о составе? Это вот, наверное, вот как раз то, о чем Екатерина сказала, да? Что в каждой команде... Есть педагоги, есть наставники, и есть студенты, либо дети, смотря какой выезд. Вот. Как раз-таки педагогов один-два человека, студентов и детей там до четырех человек мы принимали у себя. Это правда интересная такая группировка получается. Расскажите вообще, чем наполнены образовательные выезды, Катя? Я просто думаю, каждый выезд это четыре дня. Но трудно предположить, что это только одни семинары. Вот четыре дня одних семинаров. Что-то еще? Конечно, у нас большой блок образовательный про него. Сейчас немножко подробнее расскажу. Потому что программа все-таки образовательная у нас. У нас было выделено три модуля. Это событийный менеджмент, креативность и лидерство и команда. Именно в этих модулях проходили образовательные программы, как и для педагогов и наставников, так и для детей и студентов. Собственно, было насыщенно действительно образовательные программы, но подобрали таких спикеров, действительно, профессионалов своего дела, которые в практике, в прям освоении здесь, сейчас, несмотря на то, что на площадке иногда не было интернета, потому что просто мы находимся в лесу, грубо говоря, ребята прям там и осваивали медиа-инструменты, и учились искать новые идеи, и думали, как развивать свою команду, как строить из этого не просто проектную команду, а такую в долгую, с которой можно не только один проект сделать, но и далее, конечно, развиваться. И отдельный блок, хочу также выделить, культурная программа, мы вообще все, что делали на выездах, подавали как кейсы, то, что можно забрать с собой, то, чем можно пользоваться, и культурная программа здесь тоже стала таким примером, что можно проводить у себя в учреждениях, муниципалитетах и так далее. И мы не только проводили что-то, но и рассказывали механизмы, как это можно адаптировать под себя, под разное количество людей и так далее. То есть вот в таком вот формате. Ну и, конечно, с утра у нас зарядка, тоже разные форматы, наши кураторы делились и танцами, которые, например, выезды с детьми, это очень популярно, когда в начале какого-то мероприятия немножко ребята танцуют, флешмобы и так далее. Тоже педагоги в том числе насыщались этим, и, собственно, вот такая вот концепция образовалась. Вот смотрите, и возрастная категория разная, все молодые, конечно, да, но, тем не менее, есть преподаватели и есть подростки, да, ученики, можно сказать, да, там от 14 лет, если. Кто быстрее утомлялся? Мне кажется, все хорошо выдержали и насытились. Да, потому что было действительно интенсивно. Мы постарались адаптировать отдельно детскую, студенческую программу именно для той целевой аудитории, которая к нам едет. Отдельно мы делали акценты и на педагогов. Потом они даже в один час соединялись делать события, которые они далее после проекта реализуют уже на своих территориях. Поэтому нам показалось, что это был прям хороший баланс. Чему там учат участников? Учили вот в эти три заезда? Ну, собственно, самое главное красной нитью – это организация событий. На этом и был построен весь образовательный контент. Про это была и культурная программа, и не только. Все это было для того, чтобы и активисты, ученики, и педагоги, наставники смогли насытиться новыми инструментами, новыми методологиями, научиться у профессионалов, возможно, чему-то новому, вести с собой, конечно же, реализовывать сразу в путь в дело. Вообще звучит даже как-то трудно для понимания. Ну, казалось бы, организовать мероприятие, а тут три выезда со специальными образовательными программами, которые, собственно, посвящены этой теме. Можете рассказать чуть подробнее, все-таки, на что это распадалось, вот если говорить о подготовке мероприятия? Какой-то там технический аспект подготовки, целевая аудитория? Вот какие акценты? Просто интересно содержание этих программ непосредственно. Ну, собственно, первый день у нас он был про, например, в части креативности мы искали идеи, как находить идеи мероприятий, как вот находить что-то интересное, чего еще не было. Углублялись в команду конкретно, как найти команду мероприятия, как работать в команде во время мероприятия, при подготовке мероприятия. Самый важный еще аспект — отрефлексировать все это верно. Во второй день у нас было больше про уже само мероприятие. Как хорошо подготовиться, как провести такой некий чек-лист, прям почему пройтись, вот чтобы точно понимать, что все у тебя хорошо. Как привлечь через медиа инструменты все это. То есть вот чем дальше день, тем больше мы углублялись в этот процесс. И, конечно же, таким пазлом все это складывалось уже в такое прям техническое задание, что можно делать и как делать. И самое главное — были созданы идеи, на которых это все будет опробироваться. А вот по ходу этих занятий у участников возникали какие-то вопросы? Да, конечно, однозначно. У нас добрая половина наших занятий — это было общение со спикером, потому что наши эксперты, они действительно профессионалы, у них очень большой опыт за спиной, и очень многие примеры они приводили на своих кейсах. И, конечно же, отвечали тоже исходя из своего опыта и той рамки, за которую они отвечают. — Лично вы, Екатерина, чему там научились? — Ну так как я все-таки больше организатором была, и в этом плане, конечно же, для меня «Мотор поколения» — это еще одна проба команды, еще одна проба своих таких управленческих навыков, работа с большими данными. Ну и гибкость, адаптивность — это всегда про молодежную политику, это всегда про такие большие мероприятия с большим количеством людей. — Ну, опыт и практика. — Конечно, сто процентов. — Да. Екатерина Евгеньевна, ну вот уже три смены. Есть о чем говорить, и есть кого послушать. Я про что, собственно, хочу спросить? Обратная связь есть? — Вы знаете, она не просто, ну, обратная связь в словах. Конечно, все участники по итогам спины давали обратную связь. Это было через огоньковую работу, потому что каждый вечер завершался, ну, небольшой такой площадкой в каждой группке, да, по, ну, подаче обратной связи там, что особенно понравилось, к чему вопросы есть, какие рекомендации, чего не хватило. То есть в этой части мы всегда старались на протяжении всех трех выездов быть, ну, скажем так, сензитивными, активными вот в этом направлении еще, да, то есть старались учесть, ну, какие-то пожелания, видения и ожидания наших участников, как взрослых, так и ребят непосредственно. Вот, и поэтому в финале каждого выезда, конечно, мы брали обратную связь, то есть отзывы, ну, очень хорошие в части именно построения образовательной программы. И вот то, о чем Екатерина как раз говорила, очень многие отмечали как ценность то, что не просто приехали взрослые учиться на своей, ну, площадке, ну, они потому что получали там повышение квалификации, да, на одном из выездов стартанула у нас программа переподготовки, вот, а дети учились, ну, как именно в рамках неформального образования, да, то есть вот ключевым таким, ну, положительным моментом в плане обратной связи было как раз не то, что они разошлись, да, получили знания и уехали с ними, а то, что регулярно в рамках каждого выезда удалось освоить знания, ну, то есть у каждого в своем аспекте, да, возможно, там с разной прогрузкой, да, там и так дальше. Но при этом каждый вечер происходила вот эта вот смычка, то есть когда взрослые вместе с молодежью садились, вот то, о чем Екатерина как раз сейчас рассказывала, именно своими командами, с организацией, с муниципалитетов и при помощи экспертов подготовленных прорабатывали все, что услышали в течение дня, да, и перекладывали это на, ну, живое, реальное, готовое событие, которое вот, ну, вот вышло из их рук, получается, командных. И, ну, то есть очень большая такая хорошая обратная связь относительно вот такой практикоориентированности была. И сейчас, ну, поскольку первый выезд был в начале октября, то... Последний в конце уже, да, 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 то вот, допустим, участники первого выезда сейчас, вот на сегодняшний день, на начало ноября, уже провели часть вот тех событий, которые сконструировали вместе вот своими командами. И мы сейчас собираем отчеты, мы, ну, собираем посты, фотографии. Я уверена, что, ну, социальные сети в этом плане уже наполнены... Пестрят. Да, да, и пестрят этими вот авторскими такими делами. Вот. Ну, на наш взгляд, это, наверное, самое основное, кроме... Вот это и есть самая ценная обратная связь, когда вот они не просто там для галочки чему-то поучились, ну и ладно, мы знаем это. А они вот уже продемонстрировали... Да, то есть не просто говорят, но еще и делают. Делают. Это очень важно. То есть, да, да, взяли инструмент и пользуются им. Да, совершенно верно. Были ли какие-то неожиданности во время вот этих трех выездов? Очень интересно. Знаете, неожиданности... Ну, первая была неожиданность в количестве заявок, на самом деле. Мы реально не сильно с Катериной ожидали, да, такой шквал, аврал. Вот, это... Мне кажется, уже известно, что в Самаре очень активная молодежь. Это да, бесспорно. В следующий раз ожидайте. Да, действительно. Вот. Ну и относительно вторых каких-то, знаете, неожиданных результатов по итогам выезда. Это вот те события, которые ребята производили. Мы немножечко, знаете, ну, сомневались и опасались, что все равно это будут, ну, традиционные какие-то формы работы. Может быть, уже, ну, развитие известных каких-то кейсов, да. Вот, ну, наверное, это не неожиданность, а это подтверждение хороших ожиданий, да, что действительно очень много новых идей. То есть вот произвели на свет классные, интересные события, которые действительно, ну, вот новые. То есть ни разу не было там в системе движения, например, да, вот там такого-такого мероприятия. Ни разу студенты на территории своего вуза именно это не проводили. Ну, то есть, допустим, у нас есть один выхлоп, там, концерт для мам. Ну, понимаете, ну, реально, вот в вузе концерта для мам, ну, ни разу не было, поскольку сейчас вот год семьи, вот у нас сейчас с последнего вуза это выросло, да. Ну, вот эти какие-то такие вот интересные, да, добрые, какие-то вот нестандартные истории, они родились. Это здорово. Здорово, здорово. Кать, качество обучения всегда зависит от экспертов. Вы это, как бы, упомянули уже об уровне экспертов. Вот расскажите, давайте вообще об экспертах действительно поговорим. Кто был на сей раз экспертами вот в этих трех выездах, ожидаются, кто? Это наши региональные профессионалы или это, как говорится, special star, да, специально приглашенные звезды? Расскажите об этом. Ну, большинство спикеров были наши региональные эксперты с опытом работы на разной аудитории, в разных регионах. И это было осознано, потому что делать мероприятие нужно здесь, в регионе. И только тот, кто здесь реализовывает какие-то направления деятельности, события в сфере, там, молодежной политики, тот и знает, как это реализовывается на самом деле. Поэтому подобрали таких ярких экспертов, персонал своего дела в каждом из треков, которые я обозначила. И под каждый выезд, естественно, целевая аудитория разная, подбирали разных экспертов, смотря какой опыт у кого. Получилось очень здорово. Такая прям синергия. Было отрадно видеть, когда эксперт заходит. И, во-первых, его узнает аудитория. Во-вторых, чувствуется, что он прям под них. Такая вот магия происходит. Это всегда очень трепетно видеть. Что касается экспертов, насколько охотно шли на контакт? Вот хотелось им участвовать? Или так, ну ладно, надо так надо, типа? У меня не было такого спикера, который бы подумал или еще что-то. Никто не отказывался. Все сразу, да, точно. Вопрос только, конечно, доехать, уехать, потому что площадки все загородные. Вот здесь мы, конечно, очень много подбирали, двигали расписание. Но эксперты всегда очень отзывчивы. Особенно на работу с молодежью, особенно вот в таких вот проектах, которые поддерживаются и Федеральным агентством, и правительством Самарской области, всегда охотно отзываются и реализовывают вместе с нами такое большое дело. А вот для тех, кто уже не первый год работает с молодежью, то есть по факту эти участники и сами уже обладают неким экспертным мнением, да? Вот для таких участников чем полезен этот обучающий проект «Мотор поколения»? Как мне кажется, сфера молодежной политики, вообще организация событий, очень динамичная сфера, отрасль. И здесь можно быть профессионалом, но если не обучаться постоянно, не видеть новых инструментов, форм, не обмениваться знаниями, опытом, практиками, в какой-то момент, наверное, можно застопориться. И вот подобные проекты, это, во-первых, большая история про большой комьюнити, потому что всегда, ой, а у нас вот так, а у нас вот так, ой, здорово, давайте объединимся, мы же там рядышком совсем. Во-вторых, это история про совсем новый взгляд. Иногда бывает, что вот с экспертом даже немножко начинают спорить, там, а вот у нас вот так сто лет работало, и так и будет продолжаться. А эксперт по-новому открывает все, и новые уже идеи, новые проекты реализовываются на местах, в муниципалитетах. Поэтому, как мне кажется, неважно, с каким уровнем приезжает участник, если он знает, для чего он приехал, он точно найдет для себя все самое важное, нужное, и уедет с большим багажом знаний. Знаете, хотелось бы сакцентировать внимание еще на том, что еще один, скажем так, тренд программы был в определенной прокачке экспертов, своего экспертного потенциала. То есть, безусловно, мы приглашали гуру в какой-то сфере. Ну, да, они вышли, то есть это интересно, это глубоко, это сильно, и люди узнают, совершенно верно, Екатерина отмечает. Но вместе с тем, особенно вот на студенческой детской аудитории, было большое количество начинающих спикеров. И понимаете, если опять возвращаться к мотору поколения, это же тоже определенный виток. Потому что ребята друг на друге, да, то есть, ну, это те, кто там в прошлом, в позапрошлом году вышли из аналогичных программ и набирают пока потихонечку обороты вот этого своего мотора. И как раз вот наша площадка, наша программа, это для них возможность отточить свои навыки, ну, до спикеров, навыки спикера, да, то есть навыки владения аудиторией там, ну и так далее, и так далее. И для таких ребят, вот как раз обратная связь, что-то не все всегда получается, тоже хочу сказать. Это нормально. Это тоже нормально. Мы развиваемся, да, мы как раз берем обратную связь, потом мы с каждым экспертом нашим, ну, безусловно, ее отрабатываем там и так далее. Вот это тоже очень важный момент. То есть, по сути, площадка мотора поколения не только место для генерации, создания и запуска событий, да, но это еще и место, где мы развиваем непосредственно вот наших коллег, молодых спикеров, молодых экспертов. Это очень важно. И это всегда, скажем так, вот в рамках выездов получалось с плюсом, с большим, с продуктом, с хорошим, потому что вся программа, она конструировалась, ну, не просто же через запятую спикера ставится, понимаете? То есть программа, Екатерина делала на этом акцент, это единое цельное. И, следовательно, каждого спикера, прежде чем выпустить его на аудиторию, его брифуем обязательно, да, то есть что было у этой аудитории, какие акценты, что ребята уже знают. Дальше спикер цепляет это, и в рамках своей темы он отрабатывает, ну, опять, максимально практикоориентированного акцента. То есть все готовятся, максимально тщательная подготовка. Конечно, конечно. Несколько минут буквально остается до конца программы, но хочется услышать о том, что ждет еще впереди, потому что остается еще один выезд с 5 по 8 декабря, да. Расскажите, для кого этот выезд будет происходить, что там будет предложено. Да, совершенно верно. У нас впереди работа с преподавателями, с наставниками, с кураторами всех категорий молодежных, да, с которыми мы отработали вот сейчас в рамках трех выездов. То есть у нас сейчас запущена программа переподготовки для управленцев, и запущены, ну, как бы до финала сейчас доходят программы повышения квалификации, как я уже говорила, когда ребята вместе со своими преподавателями на местах проводят те события, которые придумали. А, собственно, декабрьский выезд, он как раз у нас завершит цикл онлайн событий ноября, которые посвящены переподготовке специалистов, профессионалов, всех целевых аудиторий, о которых я говорила ранее. И там мы как раз будем говорить в основном об психологических, управленческих каких-то моментах, о том, как вот эту систему подготовки, совместной подготовки событий, то есть наставник плюс команда ребят, да, как эту систему внедрить непосредственно в образовательных организациях на территории муниципалитетов в систему реализации молодежной политики, ну, в каких-то учреждениях молодежных и так далее. То есть там 90 человек с разных, не только образовательных организаций и с учреждений системы молодежной политики приедут для обучения в декабре, и, соответственно, вот у них в руках уже будут такие кейсы о том, как грамотно, правильно и корректно в управленческом плане запустить вот эту всю систему в работу на территории нашего региона. И они же еще, наверное, получат какие-то документы, подтверждающие повышение своей квалификации, да? Конечно. Документы о повышении квалификации у нас получают коллеги, прошедшие через три выезда и реализующие в настоящее время вот эти свои авторские события. Как только событие готово, отчет прислан, все посты размещены, фотографии размещены, ну, соответственно, готовится документ, да, то есть удостоверение о повышении квалификации. И по итогам большого выезда вот этого декабрьского люди получат документы о переподготовке. И знания, и документы о том, что эти знания получены. Пусть все очень удачно пройдет. Время нашей программы подошло к концу. Уважаемые гости, я благодарю вас за интереснейшую беседу. Удачи вам. Напомню, сегодня у нас в студии были руководители образовательной программы Самарской области «Мотор поколения» Екатерина Асташина и координатор этой программы Екатерина Белова. На этом у меня все. До встречи в эфире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА